Сегодня в центре Екатеринбурга соберут всех героев Отечества в рамках проекта «Мы вами гордимся». О том, что это за проект, все подробности его мы сейчас узнаем у депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Коробейникова. Доброе утро. Доброе утро, Алексей. Я скажу для меня вот честно, для меня открытие это дата, я не знал, что вообще такой праздник в России существует, и выяснилось, что 9 декабря еще в 18 веке награждали героев Отечества за смелость, доблесть, отвагу и так далее. И праздник называется День Героев Отечества в России. А сегодня кого-то награждают? Чествуют кого сегодня у нас? Сегодня в Российской Федерации, это на самом деле очень серьезная дата, которую награждают и вспоминают о лучших людях Отечества и героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров, ордена Святого Георгия, орденов Славы. И вот этих людей в этот день, 9 декабря, это будет завтра праздник, мы будем чествовать, награждать, поздравлять. Сегодня, в канун этого мероприятия, мы проводим в нашем Дорце игровых видов спорта, начало в 12 часов у нас будет большое мероприятие, где мы будем чествовать героев Отечества, которые проживают на территории Свердловской области. Это те герои, которые уже имеют награды, правильно? Это те герои, которые проставили в том числе не только Российскую Федерацию, но и в первую область, наш регион. Это и герои Великой Отечественной войны, это и наши великие спортсмены, олимпийцы, это и патриоты, которые тоже о себе заявили. Герои труда. Герои труда, безусловно. Те люди, которые кавали победу у нас в тылу. Мы сегодня их соберем, пригласили и будем поздравлять. Будет большая концертная программа, поэтому... Да, что ждет участников, какие выставки в рамках мероприятия, может быть, какие-то такие праздничные вещи, что это будет? Сегодня мы подготовили в том числе, конечно, и выставку, посвященную 70-летию Победы. Это сейчас, как знаете, готовится вся страна к этой великой дате. Сегодня тоже в одарце игровых видов спорта у нас в холле на первом этаже пройдет выставка, посвященная 70-летию Победы и нашим достижениям в области, в том числе, спорта, в области патриотического воспитания и так далее. То есть мы пригласим наших ветеранов, молодежь, спортсменов наших известных, тоже принять участие. Там будут и интерактивные участия, можно поучаствовать в сдаче ГТО. У нас наши партнеры ДСАФ подготовили вот такое мероприятие, и сегодня можно будет принять участие. Проверить себя на прочность, что называется. Тоже, да, можно приглашаем. А вы сами будете проверять себя на прочность? Да, вы знаете, я готов к этому, потому что занимаюсь спортом, и хожу в фитнес-зал, и поэтому я думаю, что сдам готово с легкостью. Ишь ты как! Я вас с Сашей тоже сходи обязательно. Некоторые вещи меня там не пугают. А кто может посетить мероприятие? Любой, вообще любой желающий? Мы пригласили, безусловно, это любой желающий по приглашению через организации, либо это общественные организации, ветеранские организации, молодежные. Но у человека должно быть специальное предложение, и мы ожидаем 5000 человек на этом мероприятии, и поэтому практически кто заранее заявился, может посетить любой. Будем честовать героя. Ну что ж, здорово, напомним, что славить героев Отечества будут завтра, 9 декабря. Правильно, да, с 12.30 до 16.00. Все, нигде мы не ошибаемся, Екатеринбург, улица Еремина, 10. Это дворец игровых видов спорта. Прямо сейчас, Милина, расскажи о том, что будет дальше. А прямо сейчас узнаем, как приготовить яблочную шарлотку с мужчиной на кухне и с волейболисткой команды Уралочка НТМК.